Привет, друзья! В какой-то веке я решил поиграть в классические шахматы и не где-нибудь, а в Андорре. В маленькой замечательной стране проходит 40-й юбилейный турнир. Для тех, кто смотрел обзоры в Катаре, примерно представляют формат. Фишка этого формата в том, что я буду показывать не только обзор самой партии, но и подготовочку к партии. Поэтому должно быть интересно. Турнир, конечно, не такой сильно далеко, как в Катаре. Но, с другой стороны, я второй номер по рейтингу, так что, может быть, удастся. За первое место побороться. В первом туре, правда, подготовочки не будет. Точнее, она должна была быть, но выяснилось, что у моего соперника нет партий в базе. Но при этом любопытный факт, что мы с ним единственные представляем Фида. Потому что флаг России нельзя сейчас на международных турнирах указывать. Соответственно, мы играем за Фида. Но он из России, насколько я понимаю. Хотя я видел на профиле Фида, что он играет в основном испанские турниры. То есть, наверное... В общем, россиянин, но живет где-то в Испании. Так скажу. Не уверен. 16 лет парню. И, вероятно, это была его первая партия с Грассмейстером. Так как его партии я не смог найти. Соответственно, подготовки как-то такого не было. Ну, решил, пойду на первом ходу С4. А дальше буду думать. Сыграл он С6 в ответ. И здесь я уже задумался на 5 минут. Ну, не потому что я ничего не знаю. Но пытался выбрать вариант, который он, скорее всего, не знает. Который в его практике не встречался. И мелькали у меня здесь идеи пойти Конь Ф3. Он сыграл Конь Ф6, правда, здесь почему-то. Ну, я думал, что он Д5 пойдет. Здесь я думал, может Е3, может Ж3. Может даже Б3 какой-то вариант сыграть. Но потом, думаю, скорее всего, он не знает вот этого варианта. Д4, Д5. Ферзь С2. Такой вот хитрый вариант, который не так уж часто встречается. Но не без яда. Не без яда. И главное, что, скорее всего, мы сбиваем его с основной его подготовки. Я так в последний раз играл, если вообще, кстати, играл, наверное, лет 20 назад в классику. Поэтому точно он не мог это никак подготовить. И действительно, здесь начал задумываться. Пошел Е6. Ну, на мой взгляд, сильнейший ходит ДЦ, скорее всего. И тут как слон Ф5, так и слон Ж4. Длинная теория, но вроде как у черных нормально. Конечно, Ж6 тоже не опровергается. Тут как-то белый ходит слон Ф4, слон Ф5, ферзь Б3. И делает вид, что у них чуть-чуть получше. То есть, эти обе схемы нормальные вполне. Он сыграл Е6, что тоже окей. Но мне казалось, что, может быть, слегка не точно. Потому что я теперь могу получить каталонскую расстановку, которая обычно дает небольшой перевес белому. Поэтому я сыграл здесь Ж3. Так, может, полсекунды я рассматривал ход Сон Ж5. Но думал, что Ж3 неплохо. Тут, кстати, скорее всего, надо ходить ДЦ, Ферзь Т4 и Б5. Переходя к немножко другим схемам. Там Ферзь, допустим, ушел, слон Б7, потом пытаемся пойти Т5. И вроде как это самое жесткое. Соперник здесь, очевидно, уже особо ничего не знал. Пошел слон Б4. Вот это, наверное, первая его... Не знаю, ошибкой можно назвать не ошибкой. Скорее всего, ошибка, да. Ну, неточность. Что-то между неточностью и ошибкой. Слон Б4 ход довольно бесполезный. Наверное, он это взял из каталона, я так подозреваю. Допустим, здесь Конь Ф6, Д4, Е6. Е6, Конь Ф3, Д5, Ж3. Вот здесь есть слон Б4, который абсолютно не глупый. То есть мы либо заставляем белым поставить слону Д2, что неожиданно не в их пользу оказывается. И теперь основная линия это слон Е7. Либо заставляем пойти Конь Д2. Но тут разница в том, что черные пока С6 не сыграли. И даже не планируют так играть. Здесь есть ДЦ ход, есть рокировка, слон Ж2, Б6. Сложная борьба, в общем, тут большая теория. Но здесь это имеет смысл. А почему мы хотим заманить слону Д2 здесь? Потому что, вот допустим, если мы то же самое делаем... Если мы перейдем обратно к партии, и черные делают то же самое. То есть он пошел Е6, Ж3. Слон Б4, я пошел Конь Д2. Теперь идея в том, что я быстро хожу слон Ж2, я хожу быстро рокировкой, быстро хожу Е4. Такой у меня план. И в том варианте слон стоит на Д2 и мешает белым пойти Конь Д2. Соответственно, они там должны тратить темп. Ну, это совсем, если в двух словах. В общем, я уже был очень доволен. Думаю, ладно, слон Ж2 пойду, рокировка пойду, Е4 пойду. Слегка неожиданно он сыграл Конь Е4. Не думаю, что это такой уж прям сильный ход. Но, скорее всего, по слону Б4 уже хуже в любом случае. Слон Ж2 я пошел. И здесь я ожидал хода Ф5. Но на что я собирался просто рокировать? Допустим, рокировка. И тут я играю либо Конь Е1, либо Конь Е5. Наверное, и так, и так нормально. Но идея в том, что я на самом деле Коня веду на Д3. К примеру, Конь Д7, Конь Д3. Слон ушел, Конь Ф3. И мы получили просто голландскую защиту в чистом виде. Каменную стену. Но при этом у меня пару темпов лишних. То есть и так это, наверное, считается получше у Белок. А с двумя темпами так тем более. Дальше слон Ф4. Поменяю слонов. По черным полям зайду. И такой у меня план был. Соперник подумал, подумал, сыграл Конь Д7. Я думаю, И3 какой-то. Конь Е5 мне не дает пойти. Ну ладно, кроме рокировки у меня особых ходов нет. То есть здесь я уже ожидал хода Ф5. Хотя, кстати, здесь я посчитал еще любопытный вариант. То есть, в крайнем случае, я могу Конь Е1, Конь Д3. То же самое сделать. Но вот интересно, Конь Е4 работает. Конь Е4, ФЕ, Конь Ж5. Теперь в случае Конь Ф6 я хожу Ф3. И на ЕФ я хожу Ладья Ф3. Кстати, действительно, у Белок очень большой перевес. Потому что неожиданно Коня Ж5 никак не сбить. И рокировку не сделать. На рокировку Ладья Ф6. Потом Ферзь Х7. Там маты. Если Х6 пойти, то Ферзь Ж6. Тоже плохо сразу. Поэтому дальше я, наверное, хожу Е4. И вообще непонятно, какой черный ход делать. Это просто поясница плохая. Судя по всему, Компиш ШДЕ. Но ДЕ, кстати, я тоже считал, что Конь Ж5 у меня будет перевес. Здесь Ладья Д1. Дальше Ф3 пойду. Ну, действительно, у меня получше. Может, не так уж и сильно. В общем, Ф5 я ходу ожидал. Ход, который он сделал. Конь Ф6 я вообще, честно говоря, не рассматривал. Хотя, ну, довольно логично. Довольно логично. Но тут я вспомнил, что есть такое правило у Дворецкого. Это когда два коня смотрят на одно поле, то один из них друг другу мешается. Вот я не помню, какой термин Марк Израильевич использовал. Но, грубо говоря, лишний конь. Лишний не в том плане, что он какой-то лишний материал. А лишний, что они друг другу мешаются. И получается, что Конь на Ф6 и Конь на Е4 смотрят на одно поле Е4. Соответственно, мне кажется, очень логичным, хотя Компиш Конь Е4 первая линия, пойти здесь Конь Б3. Как я очень быстро и сыграл. Идея в том, что теперь кони друг другу мешаются. И более того, допустим, в случае естественной рокировки я хожу С5. Это вообще как бы слон может пойматься довольно легко. Конь, говоря уже о том, что Конь тоже может пойматься неожиданно в центре доски. Потому что я где-то, может быть, хочу пойти А3. Пока слон опять есть в поле, но мало ли что. Ну и еще хочу пойти Конь Е5. Не знаю, Конь Е5. Но опять, правда, не совсем рандомный ход. Ну, к примеру, просто А6 пойду. Бессмысленно. Но Конь Е5, дальше Ф3 и Конь практически поймался. Поэтому угроза у меня здесь есть. Соперник подумал-подумал, сыграл Слон Д6. Наверное, ход хороший. Я Конь Е5 быстро. Хочу Ф3. Опять Конь ловится. Он Слон С7. Чтобы Конь Е6 уйти, я С5. Не даю. Ну и тут Ком какой-то А5 ход пишет. Ну, я про него не понимаю, что будет на А4. Наверное, разницы большой нет. То есть единственный способ спасти Коня по-хорошему, это пойти А6. Если на Е5 бить, то я забираю на Е4. Это совсем выигранная позиция. Ужасные фигуры, лишняя пешка на Д6 дырка. Это конец. Поэтому он сыграл А6. С идеей на Ф3 пойти Конь Ж5. И неожиданно, кстати, я считал, что у меня большой уже перевес. Ну, действительно приличный. Ну, не то, чтобы я тут могу сразу выиграть. Все-таки у черных очень все пассивно, но при этом довольно крепко. Слоны в 4, мне кажется, очень логичным. Конь Ж7. Обычно мы говорим Конь ЖЕ7, но тут Конь ЖН7. И, ну, наверное, план где-то пойти Конь Ф8, Конь Д7, что-то в таком духе. После локировки, может быть. Ну, моя задача как-то подскрыть игру. Я вообще хотел на Д1 сначала поставить. Здесь какие-то любопытные варианты, начиная с хода Конь Д7. И, кстати, вот плюс 0,7 всего. Ну, довольно скромно. Конь Д7. Идея в том, что на Конь Д7 Слоны в 4 мне не нравилось. И ЖЕ вбить не хочется как-то. Вообще, вчера, кстати, лучше просто, потому что там Ж5, видимо, потом еще пойдут. Ну, в любом случае, видно, что эта структура, она не блестящая. Поэтому имело, видимо, смысл здесь рассмотреть Е4. Ну, я действительно рассмотрел. Ну, вот мне кажется, что Ж5, он может пойти. Слон, допустим, Д2. Съели, съели, съели. Я понял, что у меня тут огромная компенсация. Ну, думаю, зачем пешку отдавать. Вот. Поэтому после Е4 на Конь Д7 я собирался здесь пойти ладья Е1. Вот такой вот хитрый ход. Кстати, нормальный вполне. Идея в том, что на Ж5 я теперь могу ввести слона. И после Конь Е5 ДЕ сыграть ЕД и провисает слон здесь. А на Ферр Д5, Ф4, и тут видишь, что это конец. Поэтому Конь Д7 мне казалось, что я закрыл. Но пошла рокировка довольно быстрая. Тут я снова думал, ладью на Д1, на Е1. Ну, вообще, как я уже говорил изначально, мне очень хотелось на Д1 его поставить. Мне кажется, чуть более естественно. Но примерно я понимал, что я хочу здесь, что в какой-то момент, скорее всего, я либо уведу Коня, мы поменяемся, я пойду Е5. И это будет позиция с приличным перевесом. И где ладья на Е1 довольно на месте, как мне кажется, будет. Поэтому ладья на Д1, это такой крепкий ход. Да, тоже, наверное, неплохой, но как-то особо бессмысленный. Плюс, я понимал, что, скорее всего, ну, с Конем на H7 он вряд ли будет здесь долго играть. Захочется его ввести в игру. Ну, если Конь Д7, кстати, здесь я уже могу забрать. А, вот еще один нюанс, почему ладью на Е1 я хотел поставить. Потому что теперь на слонах Ф4 я могу забрать на Е8, и нету шага промежуточного на Е3. Соответственно, и вот эта позиция, мне кажется, близка к безнадежной. Я не знаю, насколько она прям безнадежная, но тяжелейшая. Ф4, Ж4, Ф5 и так далее. Поэтому такой профилактический, можно даже сказать, ход ладья Е1, он пошел ладья Е8. Здесь сначала у меня была какая-то идея переставить слон на С3. Потом, может быть, где-то пойти Ж4, А4. Ну, короче, какой-то бред, честно говоря, мне в голову приходил. Потом я увидел ход Конь Ф7. И вообще мне показалось, что это немножко было дешево, что ли. Потому что я мог выжать больше из этой позиции, но Ком пишет, что это самый лучший ход с отрывом. Поэтому для себя ругаться я не буду. Такая таксика несложная. Король Ф7, С7, Ф7 и Е5. Идея в том, что я нападаю на Коня. Если Конь уходит, висит Конь на Х7 второй. Поэтому более-менее форсировано. Мы получаем следующую позицию. Следующий тип позиции, по крайней мере. Где у него очень слабая пешка на Е6. Где у меня поле Е5. Я здесь сыграл Ф4. То есть Е6 слабая. Е5 у меня, если Конь вдруг придет, то это конец. С6 где-то слабая. И слон на С8 ужасный. В общем, все эти факторы. Неожиданно для меня плюс 0,9 всего. Но на практике, мне кажется, намного больше. Кстати, на король Ж8 я видел сильнейший маневр. Ладья Ф3, сидя и пойти Ладья Ц3. Где-то еще, может быть, на пешку Ц поддавить. Где-то, может быть, Ладья Е3 на пешку Е поддавить. Потом потихонечку, как я уже говорил, Коня перевести. Плюс еще соперник начал завязать Ц, но... Поэтому, честно говоря, я так не сильно здесь беспокоился. Он сыграл А5, что, наверное, ошибка. Я как-то смотрел слон А6 в основном. Но он как раз Ладья Ф3. И на слон С4 есть, по-моему, Конь Д2. Да, Компича, что... Это конец. То есть, бить на А2 нельзя, Б3 слон теряется. На БЦ я тут посчитал, что я могу просто... Во-первых, какой-то Б3 ход, который я не видел. А я посчитал, что я могу забрать здесь, потом забрать здесь, потом забрать здесь. Ну, кстати, Ферзь А5 я тоже видел, но... На Ферзь А5 я собирался пойти... Я собирался пойти... Как-то я собирался пойти, но, кстати, здесь уже перевеса особо нет. То есть, видимо, Конь Ц4. Ну, правда, в крайнем случае, я всегда могу Ферзь А4 пойти, и очень слабые пешки, и Король все еще слабый. Немножко мне, наверное, не хотелось бы на это идти, потому что фигур мало становится, мало ли чего можно не выиграть, но... Огромный перевес у Б3, конечно. В любом случае, наверное, это был лучший шанс. Он пошел А5, ЦБ, Ферзь Б6 и Конь Ц5. Теперь у меня поле Ц5 появилось, шикарное для Коня. И вот здесь я очень надеялся, что он пойдет в Конь Д7, потому что, мне кажется, это самый принципиальный ход. Ну, и вообще, можно сказать, что теперь, может быть, даже не все так просто, хотя, наверное, по-разному, все равно Б3 сохраняют. Но вот здесь прикольный вариант, Ф5. Теперь на Конь Ц5 я просто хожу в ДЦ, и следующего хода забираю на Е6. Двойной шаг абсолютно выигранно. В Е5. Ну, уже так на тоненького, потому что у меня тоже где-то начинает диагональ провисать. Но дальше прям, Ф6. Теперь на Коне Ф6, ДЕ просто забираем фигуру, Конь связан. Поэтому, надо ходить Ж6, лучи из ГРФ, тут Ферзь H7 просто, просто мат. Съели-съели, владея Ф6 мат. Поэтому строго единственный ход Ж6. И вот тут, ну, я видел сильнейшую идею. Кстати, даже две сильнейшие, даже три сильнейшие. Три первых линии я все видел. Сначала я рассматривал слон Е4. Идея в том, что на ДЕ Ф4, КРФ8. Ну, правда, здесь я остановился, Конь-6 сразу выигрывает. Но меня увлекла другая идея. Ход Ферзь Д2. Ферзь Д2. Идея в том, что я нападаю на А6, хочу залететь Ферзем на Ж7. И я понимал, что, скорее всего, это выиграно совсем. Потому что после Ж5, допустим, вот Ферзь Д1 мне еще ход нравился. Я на Аш5 хочу залететь тоже с матом. Ничего, что с черной не успею никогда. А в случае Ладья А8 я думал, что я могу просто забрать, да, и забрать на Е5. Это тоже элементарно выиграно. Поэтому пешку ему не застить. Но здесь мне казалось, что как-то Конь-Ц5, и на Ферзь А6, на Конь-Е4. По крайней мере, я понял, что он должен, должен здесь выиграть. Но вот сразу форсировано мата. Я не видел, я даже какой-то такой вариант посчитал. Ферзь Г7, Ф7, Ферзь Д4. А, вот этот вариант я, кстати, видел. Да, я сейчас помню, что я увидел. И на КРШ1 сначала мне поглючилось, что Конь-Ж3, АЖ и Ладья А8 там будет мат. Но потом я понял, что Ладьи не связаны, поэтому мата никакого нет. И, соответственно, легко выиграть на Пейпс. То есть я вот сейчас только понял, что я этот вариант на самом деле посчитал. Но потом почему-то я решил, что я здесь сыграю Ферзь С1. И что ему вообще можно не париться. Потому что на Конь-Ц5 я могу забрать ДЦ сначала. И потом уже забрать на А6. У Черных здесь какой-то есть ход Ладья А8. В чем разница? А, разница в том, что я теперь на Д7 не могу побить. И на Е5 не могу побить, потому что на Д4 висит. А Ферзь на Д2 защищал пешку на Д4 прекрасно. Так что такая интересная здесь тактика. Но Ферзь Д2 выигрывала. И, наверное, я бы этот ход и сделал. Хотя финальным моим решением было пойти Ферзь С1. Но в любом случае я надеялся, что он поет Конь-Д7. У меня тогда сыграл Слон А6. Я пошел Ладья А3. Теперь Ладья А еще на Б3 где-то может зайти. Слон А6, наверное, неудачный ход. Теперь пешка Е6 слабая. Он Ферзь Б4. Тут я собирался пойти Ладья А1 сначала. Потом думаю, ну Ферзь С3 пойду. В принципе, Ферзь С3, Конь-С3 тяжелейший. Энешпиль. Съели, съели. В смысле, не съели, съели. Съедим, съедим. Слабая слабость. Король все еще слабый. Опять тоже слабый. В общем, миллион слабостей. Скорее всего, как-нибудь добьем. Тут, правда, был какой-то ход Конь-Е4, Комп пишешь. И на взятие... Я, кстати, видел тоже вариант. Слон С4. Ну, во-первых, я, честно говоря, думал, что он так не пойдет никогда в жизни. Просто так пешку не будет отдавать. Во-вторых, ну отдаст, ладно, будем играть с лишней пешкой. Не проблема. Он подумал, подумал, сыграл Слон С8. Ну, давай я понять, что, наверное, Слон А6 было не очень удачно. Конь Д3 я быстро сыграл. Ферзь С3. И вот такой вот элегантный промежуток Конь Е5. Шах. И забрали на С3 ладью. Теперь пешка на С6 висит. И он еще в страшном цитноте в этот момент. У меня 50 минут на часах. Ладья Б8, Б3, чтобы на Б2 не висело. Ладья Ц5. Ну, здесь я думал, что может Ладья А8 еще хоть как-то. Но мне даже не обязательно сразу выигрывать. То есть я могу просто там Король Ф2 пойти, допустим. Могу пойти Слон С6, Слон Ф3. Аж Ч4 еще какой-то Комп предлагает. Ну, допустим. То есть настолько у меня полная доминация здесь, что я даже торопиться не обязан. Он вместо этого пошел А4. Ну, спасибо. Ладья А8, А5, Ладья А7. Ну, уже цитнотные ходы, которые большого смысла не имеют. В принципе, у нас еще после Слон А3 зависла пешка на Е6. И ее толком не защитить. Потому что на Конь С7 будет Конь С6. И Ладья С6 висит. Конь висит на Е6. Миллион лишних пешек. Он сыграл Конь Д6. Слон Е6. Конь С6. В общем, все съел. Ну, и честно говоря, я думал, что он до контроля доиграет вот этот сорковой ход. Я думал, что он здесь сдастся. Но решил еще немножко поиграть. Ладно. Ну, три лишних пешки тут, конечно. Просто докручу уже. Ничего интересного. Так что вот такая партия. Ну, не назовешь ее самой сложной, конечно. Хотя соперник интересно, что, насколько я понял, еще год назад было 1100 примерно. Сейчас у него уже 2000. То есть растет он какие-то бешеные темпами. Ну, пожелаем ему удачи. Бугольс мне повышал. Поэтому как-то так. Как-то так. Первый тур, в принципе, прошел нормально. Завтра у меня должен быть кто-то в районе 2250. Так что с каждым ходом, с каждым туром все интереснее и интереснее. Все сложнее и сложнее должно быть. Что касается организации. Ну, как обычно, никаких античистерских мер нету по большому счету. Только телефоны надо сдавать. Можно, кстати, выходить на перекур без какого-либо сопровождения. Что уже, по-моему, я вообще не видел, когда в последний раз такое было. И просто выходишь на улицу, еще проходя через бар какой-то. Где сидят люди с ноутами. И никто тебя не сопровождает. Никаких вопросов к тебе нет. В общем, посмотрим, будут ли какие-то читерские скандалы. Это самое интересное, наверное, чего вы все ждете. Но, надеюсь, без этого обойдемся. Немножко еще душновато в зале. Причем на первых досках. Вот где-то в середине, в конце, там прекрасно работает кондиционер. Может быть, даже прохладно слегка. А вот первые доски душновато. И в какой-то момент я там уже сидел. Обдувал себя. Но, в целом, турнир интересный. В какой-то веке есть шансы на первое место. Так что посмотрим. Спасибо, друзья. Подписывайтесь. И будем бороться за первое место вместе. Субтитры сделал DimaTorzok